На промерзшем асфальте остатки бампера, разбитых фар и рассыпанная пачка офисных документов. В воздухе стойкий запах бензина. Только что бригада медиков привезла в больницу женщину и ее супруга. Водитель грузовика дает объяснение сотрудникам госавтоинспекции. Машину, которая стоит разбитая на обочине, ее начала кидать по сторонам. Ее выкинуло мне на встречное движение и мы с ней столкнулись. Авария произошла возле деревни Максимовская. Мазда двигалась из Тутаева. Грузовик шел во встречном направлении. Сергей Гетмановский рассказывает, он успел вывернуть руль вправо, поэтому удар пришелся по касательной. В иномарке, кроме постадавших мужчины и женщины, ехала трехлетняя девочка. Она скончалась на месте. Остановились, начали вытаскивать людей с машины. Девочку спасение удалось. Позже стало известно, что скончалась и женщина. А мужчине врачи Соловской больницы в экстренном порядке провели операцию. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние расценивается как тяжелое. Имеется перелом, множественный перелом ребер с повреждением легкого, пневмоторос, подкожная эфизема, черепно-мозговая травма на уровне ушиба головного мозга. В иномарке был видеорегистратор. Он поможет следовательно точно установить причину дорожно-транспортного происшествия. Возможно, внедорожник выбросил на встречную полосу из-за наледи на дороге. Георгий Колчин. День в событиях. Георгий Колчин.